МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на этом необъяснимые явления не заканчиваются. Смотрите, этот автомобиль движется вопреки всем законам физики. Он едет в гору с выключенным двигателем. Этому нет никакого объяснения. А обычный футбольный мяч, оставленный на земле в состоянии покоя, начинает двигаться из стороны в сторону, как будто под воздействием неких невидимых сил. В чем причина этих аномалий? Село расположено в основании своеобразной пирамиды, образованной горными склонами. Местные жители уверены, в их регионе время течет иначе, и его поток материален. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Смогут ли ученые создать машину времени? Ощущение полета. Ощущение того, что ты можешь знать все. Может ли ее двигатель находиться вблизи египетских пирамид? Это один из потенциальных входов в этот тоннель, в это червоточное искривление пространства. Как скоро можно будет купить путевку в будущее? Путешествие во времени – самое реальное, что есть на этой планете. И чем это грозит человечеству? Само понятие времени исчезает. Тайны мира. Тайны времени. Я расстроила все тайны. Время – единственная величина, которую человек пытался измерить еще с незапамятных времен. Для наших первобытных предков оно делилось на день, когда нужно было добывать еду, и ночь, чтобы спать и набираться сил. Самыми первыми в истории человечества часами, способными обозначить время, стали солнечные. Их изобрели порядка трех-четырех тысяч лет назад. Тень от вертикально поставленного прута бежала вслед за солнцем по кругу, разделяя день на 12 часов. Потом появились песочные часы, огневые, в которых отрезком времени был период горения фитиля. И лишь спустя столетия, в девятом веке, мир увидел механические часы. Люди научились следить за временем, отчитывать его. Но вскоре у человечества появилась новая мечта – получить возможность управлять им. Путешествие во времени возможно. Значит, этот вопрос должен быть решен в конечном итоге экспериментально, потому что теоретически никто не сомневается, что это возможно. «Машина времени». Этот термин разнесся по миру вместе с одноименным романом Герберта Уэллса в 1895 году. Сам писатель долго вынашивал замысел книги. Но читатели восприняли идею на ура. Ведь уже тогда люди знали о случаях, которые не могла объяснить наука. Волосов овраг в Коломенском – одно из самых таинственных мест в Москве. Недобрая слава идет о нем еще с языческих времен. Историки до сих пор спорят и ищут доказательства одной загадочной истории об этом овраге. Опубликованный в газетах летом 1832 года. Заплудившиеся во времени – так называлась эта заметка. В 1810 году двое крестьян – Архип Кузьмин и Иван Бочкарев – возвращались домой из гостей. Сокращая дорогу домой, в село Садовники решили пройти по низине Волосова оврага. И пропали. Прошло 20 лет. Прежде чем Архип и Иван снова появились у родной околицы. Для постаревших родственников они долгое время были пришельцами с того света. Но по рассказам самих мужиков, их не было дома всего одну ночь. Объяснить, что с ними приключилось, малограмотные крестьяне не смогли. Только твердили про какой-то длинный коридор, в который они сначала провалились, а потом в нем заблудились. В столетия спустя понятие коридоры или туннели времени займет свое прочное место в романах писателей-фантастов. А также в статьях ученых, которые всерьез назовут время четвертым измерением. Три измерения – длина, ширина и высота – были известны давно. Человечество с успехом применяло их на практике. И только время не удавалось приручить. Хотя примеров разной длины времени вокруг было более чем достаточно. Почему время человека исчисляется годами? Время камней и гор – столетиями, а планеты – тысячелетиями. Почему для одних созданий Вселенной оно скоротечно, а для других тянется бесконечно долго? И можно ли создать механизм, способный справиться со временем? Ту самую машину, которая сможет отправить человека в будущее. Ученые не раз пытались создать машину времени в разных частях планеты с помощью разных методов и в разные времена. Вот только результаты у этих опытов подозрительно одинаковы. Серьезно о самой возможности перемещений во времени ученый мир заговорил после того, как Альберт Эйнштейн в 1905 году создал теорию относительности. Он утверждал, время можно замедлить, если объект достигнет скорости, близкой к скорости света – 279 километров в секунду. Такое условие для существующих на Земле устройств казалось невыполнимым. Правда, и звуковой барьер лет 30 назад тоже считался непреодолимым. Сколько мы знаем ядерную энергию? Ну, вообще меньше сотни лет. Электричество плюс ядерная энергия – это сразу три взаимодействия фундаментальных из четырех, которыми оперирует физика. А что мы будем знать через 100 лет? А что мы будем знать через 300 лет? Какие взаимодействия нам вообще откроются? В 40-х годах американское правительство привлекло Эйнштейна к исследованиям с целью сделать систему защиты военных кораблей от обнаружения с помощью радаров. В октябре 43-го морской эсминец с именем ДИИ-173, больше известный как Элдридж, напичканный сотнями тонн электронного оборудования, находился в доках порта Филадельфии. В ходе эксперимента, которым руководил Эйнштейн, предполагалось сгенерировать огромные электромагнитные поля, которые при правильной конфигурации должны были вызвать огибание световых и радиоволн вокруг эсминца. После начала опыта окружающие стали свидетелями уникального явления. Корабль сначала окутался зеленоватым туманом, затем облако стало исчезать вместе с эсминцем. На поверхности воды остался только отпечаток киля и днища корабля. Через несколько минут, по некоторым данным, несколько секунд судно снова появилось. Чуть позже стало известно. После того, как эсминец ненадолго исчез в Филадельфии, его видели в порту Норфолк в Вирджинии за сотни километров от места эксперимента. Этот факт до сих пор не имеет никаких логических объяснений. Кроме того, практически вся команда корабля по возвращении сообщала о странных галлюцинациях, а некоторые оказались впечатаны в переборки. Члены команды также утверждали, что побывали в других измерениях. Конечно, есть опасность, что те потенциально возможные новые открытия, которые хотелось бы получить, могут обернуться не новыми достижениями, а новыми проблемами. Возможно, уже тогда ученый сделал первый шаг к созданию машины времени, но не поставил правительство в известность. Эксперимент приостановили, а Эйнштейн заявил, что человечество еще не готово к новым знаниям и уничтожил свою работу. Вся информация была строго засекречена. Я расстроил все тайны. Сам эксперимент, прозванный Филадельфийским, до сих пор вызывает спор в научном мире. Но в разные годы в прессу просачивались откровения свидетелей эксперимента. Так, в 1965 году было опубликовано письмо от некого Карлоса Мигеля Альенды, который утверждал, что лично наблюдал опыт Эйнштейна, будучи членом палубной команды корабля, стоявшего неподалеку. Остались очень немногие члены команды, кто принимал участие в эксперименте. Большинство лишилось рассудка. Один попросту исчез сквозь стену собственной квартиры на глазах жены и ребенка. Спустя три года после филадельфийского эксперимента к решению проблемы управления временем пришли и по другую сторону океана. В 1946 году в Кремль к наркому Лаврентию Берии поздно ночью под усиленной охраной доставили посетителя 38-летнего астрофизика Николая Козырева. В кабинете Берии профессора ждали девять ведущих физиков страны. Николаю Александровичу дали бумагу и ручку и за десять минут он начертил то, что десять лет вынашивал и разрабатывал в заключении. Чертеж советской машины времени. Так родился самый важный и самый секретный проект Советского Союза. В лабораторию по разработке машины времени его доставили прямо из ГУЛАГа и включили в состав команды физиков секретного проекта под номером 1911. Согласие Козырева даже не обсуждалось. Методы убеждения тех лет были известны каждому. Не сделайте бомбу, расстреляем. Сделайте бомбу, Сталинская премия и полный вид на жительство и все льготы. Официальные биографы ученого не пишут, чем закончились работы по созданию механизма движения во времени. Известно лишь, что вскоре после секретного визита в Кремль Козырев был освобожден условно-досрочно и переведен на работу в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Но часть той засекреченной технологии дошла и до наших дней. Зеркала Козырева. Алюминиевые спиралевидные плоскости, которые, согласно предположениям астронома, способны отражать физическое время и подобно линзам фокусировать разные виды излучений, в том числе и исходящее от человека. Человек может подключиться к информационному полю, который есть вокруг нас, и получать оттуда информацию, в том числе о прошлом, будущем, задавать вопросы. Виктор Васильевич Булаев руководит Уральским региональным центром по сертификации и экспертизе биоэнергетической безопасности продукции. А в свободное от основной работы время в составе группы энтузиастов продолжает исследование астрофизика Козырева в условиях обычной городской квартиры в Миассе. Обычная конструкция зеркал Козырева такова. Свернутый по часовой стрелке в полтора оборота гибкий зеркальный лист из полированного алюминия, внутри которого помещается кресло участника эксперимента и измерительная аппаратура. Что испытывает человек, находясь внутри подобного сооружения? Выход в космос, наличие постороннего наблюдателя, который за ней следит, что-то такое. Чувство расширения тела, распирания, полетов. Ну, всякие эффекты. Согласно Козыревской теории, внутри зеркального помещения изменяется плотность времени. Возможно, именно это и влияет на обострение восприятия. Люди, просидевшие внутри камеры в течение нескольких часов, начинают ощущать себя участниками давно минувших исторических событий. Идут картинки, связанные с нашей земной жизнью. Идут быстро. Они яркие, красочные, насыщенные. И понятно, что в них содержится какой-то объем информации. Если эту картинку сознательно затормозить, ее можно рассмотреть и пообщаться с ней. И ты получишь некоторые знания. Константин Голодов, один из участников эксперимента, во время сеанса внутри установки увидел лицо человека необычной внешности. Быть может, это мой предок. Но это какая-то генетическая информация. Понятно, что она сидит в моем теле. Я ее смог материализовать вот так вот в виде какого-то рисунка с помощью программы фоторобот. Вот этот рисунок. Константин набросал черты лица неизвестного на бумаги. Сначала он думал, что случившаяся всего лишь иллюзия, возникшая в момент пребывания в зеркальной установке. Через два месяца мы идем гуляем по Челябинску. И мне друзьям звонят, говорят, ты зайди вот на нашу Кировку, там ребята интересно играют, музыка красивая. И когда я прихожу, я понимаю, что они играют индейскую музыку. Это индейцы, это два индейца. В одном из бродячих перуанских артистов Константин узнал того самого гостя из будущего. Мы вытащили прошлое, мы его в настоящем здесь материализовали некоторым образом, и мы получили события в будущем. Во времена СССР опыты с зеркалами Козырева были прерваны в связи с так и не получившими объяснений случаями гибели испытуемых. В 2002 году группа физиков под руководством Виктора Булаева получила патент на оригинальную установку, две модификации которой и используются сейчас в исследованиях. Механизм взаимодействия зеркал, времени и человеческого сознания только-только изучается. И до сих пор невозможно сказать, переносятся ли испытуемые в реальные события будущего или прошлого, или отблеск этих событий просто накладывается на настоящее. Безусловно, одно. В этих опытах участники эксперимента не перемещаются ни во времени, ни в пространстве. А потому сегодня зеркала Козырева едва ли можно считать элементом машины времени, о создании которой периодически трубят газеты. В нашем распоряжении на сегодняшний день измерительных приборов каких-то таких, которые однозначно подтверждают, что там происходит. В 1953 году итальянские газеты опубликовали сенсацию. Католический монах Эрнетти Пеллегрино сумел создать машину времени. В прошлом Пеллегрино был физиком, а временной переход решил использовать лишь для того, чтобы попасть в Древний Рим и послушать оригинальные исполнения оперы. Своё изобретение святой отец назвал «хроновизор» от греческого «хронос» – «время». Но через несколько дней после первых испытаний монах пропал. Позже церковь объявила, что Эрнетти убили грабители. Они же похитили устройство и все чертежи к нему. Так неужели ни одного чертежа машины времени не сохранилось? Ни набросков Эйнштейна, ни схем советского учёного Козырева, ни разработок бывшего физика монаха Пеллегрино. Есть версия, что не только сохранились, но и были реализованы. Я расстроила все тайны. Эта уникальная фотография 41-го года из Канадского музея, попав в интернет, за несколько дней стала мировой сенсацией. На отпечатке – открытие нового моста. Люди в характерных для того времени костюмах. И лишь один, вот этот молодой человек в солнечных очках, кажется необычным. Стрижка, кофта модного покроя, майка с принтом, портативная фотокамера Кодак и сами солнечные очки по стилю всё словно из конца 20-го века. Так как будто этот мужчина родом из нашего настоящего перенёсся в далёкий 41-й, чтобы сделать редкий ретро-снимок. Эксперты не обнаружили следов монтажа. Фото оказалось подлинным. И этот человек действительно находился среди других в момент съёмки. Получается, путешествия во времени возможны. И машина времени существует. Дело всё в том, что по одежде он отличается. Если это только из будущего, только туннельный переход. Больше ничего здесь на ум не приходит. Воронежский геофизик Генрих Селанов разбирается в фотографиях. В своей работе ему часто приходилось делать снимки изучаемой местности. Именно благодаря этому он столкнулся с необычным феноменом. Прошлое можно сфотографировать в настоящем. Однажды исследователь работал на месте, где во время войны проходила линия обороны Воронежа. Когда проявил фотографии, на месте поросшей травой равнины оказались ещё и солдаты в касках. Генрих отнёс фотографию в фотолабораторию. Вердикт специалистов. Монтажа нет, снимок самый обыкновенный. Там несколько лиц, как бы настояний друг на друга. То есть они в окопе, он не один был, очевидно, потому что вот нос, вот нос. Вот там ещё виден нос. Генрих Силанов произошедшее объясняет так. Воздействуя особым образом на пространство той или иной местности, можно на плёнке зафиксировать картины прошлого, случившиеся в этих местах. Пробовал разные методы. Самые эффективные были всё же на радио. И гигагерцы, вот это звуковое колебание высокой частоты, и низкочастотные колебания ниже 7 герц. Человек слышит звуковые колебания только от 16 герц. Колебания в 7 герц слышат некоторые виды животных, например, черепахи. Как выяснил Генрих Силанов, именно эта частота способна влиять на пространство, заставляя его словно листать прошлое. Генрих начал искать подтверждение своей теории. Он сделал тысячи снимков. Его догадка подтверждалась. И вот если мы научимся, найдём способы возбуждения памяти пространства, то я говорю, можно смотреть документальные фильмы из прошлого. Какие ещё отпечатки прошлого сможет выявить метод воронежского исследователя? Кто или что окажется на этих фотографиях? И главное, сможет ли это открытие помочь в создании машины времени? В том, что такие загадочные места, в которых время ведёт себя по-особому, существуют, уже давно нет никаких сомнений. Считается, что там бесследно пропадают предметы и люди, а также перестают идти все часы. Две зоны находятся на географических полюсах и по пять в северном и южном полушариях на равных удалениях от полюсов. Всего двенадцать. У одного из таких мест, мыса Горн, в 1975 году потерялось трёхпалубное судно «Сидней» с тремя сотнями пассажиров на борту. Вскоре корабль нашёлся. Но люди словно испарились. В этом загадочном месте погибло 27 авиалайнеров и потерпели крушение более 14 судов. Хотя, возможно, их пассажиры ещё живы, просто переместились в другое время. Речь идёт о районе Бермудских островов, так называемом Бермудском треугольнике. Здесь пропали без вести в общей сложности около тысячи человек. В 1924 году японский грузовой корабль «Райфу Кумару» послал радиограмму. Опасность невероятно велика. Скорее, мы не можем спастись. Больше судна и его пассажиров никто не видел. Ещё через восемь лет. Шхуна, Джон и Мэри. Её паруса были аккуратно свёрнуты. Но на борту не оказалось ни одного человека. 5 декабря 1945 года в Бермудском треугольнике с локаторов одновременно исчезли пять американских трёхместных бомбардировщиков-торпедоносцев «Эвенджер» и самолёт «Мартин Маринер». На борту был полный комплект спасательного оборудования. Но, видимо, даже он не помог. 28 декабря 1970 года самолёт компании «Нэйшнл Эрлайнс» внезапно исчез с экрана радиолокатора на 10 минут. У членов экипажа и всех 127 пассажиров часы отстали на те же самые 10 минут. Никто не может дать гарантии о том, что мы познали наш мир вообще уже окончательно. и повсеместно. Поэтому, может быть, на земле действительно есть какие-то места, где, казалось бы, перестают работать привычные законы физики. Название этого аула в Кабардино-Балкарии переводится как «Вне времени». Такое название посёлку дали очень давно, когда заметили, что часы в домах у местных жителей показывают разное время. А возраст их хозяев часто переваливает за 100 лет. Это Тамара Мерзоева. Каждое утро девушка подводит все часы в доме. Эти на кухне отстали за ночь на 11 минут. Другие в спальне ушли вперёд на пять. Сейчас нет 12 часов, они отстают. Местные жители пытались решить проблему покупкой новых часов. Это не помогло. Тамара давно смирилась с этой аномалией, потому что знает, у всех соседей часы ведут себя точно так же. Реже выходят из строя часы на мобильных телефонах и в телевизоре. Да, часто. Вот, смотрите, сейчас у нас 12 часов, а там у нас отстают и оперёд. Не знаю, может, это что-то другое связано или, не знаю, каким-то аномальным явлением. Старшее поколение знает, весь посёлок находится в хрональной зоне, то есть территории с аномальным течением времени. Какие бы часы ни было, хоть эти, хоть те, хоть на стены, всё равно колебания есть. Вот поставишь, всё равно бегут или опаздывают. Другое название посёлка Эль-Тюбю – Верхний Чегем. Аул является верхней точкой Чегемского ущелья. Есть ещё Чегем Нижний и Средний. До границы с неспокойной Грузией – 10 километров. Но в Эль-Тюбю всегда спокойно. Волнения окружающего мира словно не касаются аула. Здесь время идёт по-другому. Все 200 человек живут мирно, тихо и, главное, необычно долго. Зухре Лакмановне в этом году исполняется 107 лет. Её муж умер в возрасте 111 лет. Полвека назад он приехал в этот посёлок, чтобы поднять жену на ноги. Зухра болела, совсем не вставала с постели. А Эль-Тюбю именно и славился тем, что люди здесь быстро выздоравливали. Она вообще постельно-вольная была. И отец уже думал жениться второй раз, когда она такая лежала уже, ни к чему не годная. И когда её же сюда привезли, она уже встала с постели. И хлеб делала, все по-дому делала, когда вот ребята в огород уходили. Ольга Кольченко живёт в Нальчике и работает журналистом. Но в Эль-Тюбю приезжает регулярно. Это место она открыла для себя 10 лет назад. И с тех пор стала изучать хрональные зоны по всему Кавказу. Человек уже давно путешествует во времени. И нередки случаи, когда это время показывает. Нередки случаи, когда фотографирует тех людей, которые жили раньше. Вероятно, в этом и есть ключ к секрету. Почему в посёлке так много долгожителей? Само время для них течёт иначе. И можно предположить, что их возраст, часто переваливающий за 100 лет, можно сравнить с 80 годами жизни в каком-то другом месте нашей страны или планеты. Можно повернуть время вспять. То есть вы представляете, что ваше личное время кроется в обратном направлении. И вы не стареете, а даже молодеете. Физиологи второй половины 20 века сходились на том, что органом, ответственным за восприятие времени, у человека является слуховой аппарат. Человек с помощью ушей гораздо лучше и точнее оценивает временные промежутки, чем с помощью любого другого органа чувств. В 1994 году индийский хронобиолог Чандра Шакаран выдвинул смелую теорию о том, что в хромосомном наборе человека присутствует ген, ответственный за ориентирование во времени. Однако пока не все ученые с этим согласны. Такого гена быть просто не может. Ген отвечает за одно, отвечает за синтез определенного белка. И не более того. Индийский ученый провел несколько опытов. Начало на мышах, у которых, как известно, около 60% хромосомного набора схожи с человеческим, а затем и на людях. Особенно показательным стал эксперимент с 24-летней немецкой студенткой Анной Корф. В течение 35 суток Анна находилась в полной изоляции от внешнего мира. Распорядок питания, звуковой фон, обстановка были полностью произвольными и не зависели от реального времени. Когда девушка просила еду, она нажимала кнопку, соответствующую завтраку, обеду или ужину. В результате, после окончания эксперимента, ее внутренние часы отмерили 22 дня вместо реально прошедших 35. Что значит чувство времени? Значит, мы анализируем солнце, день, тьма, да? Изменение светового освещения и все остальное. Естественно, эта информация попадает в гипотезам. И он может от этого процессы контролировать. Белорусский профессор, доктор медицинских наук Аркадий Кузьмич Сухвал выдвинул гипотезу о том, что у человека есть отдельный орган управления временем. По мнению исследователя, этот орган располагается в головном мозге. Обратите внимание, в нашем мозге занято памятью не более 10% объема. Для чего же нерасточительная природа заготовила оставшиеся 90%? Не для работы ли сверхсложной программы? По мнению Сухвала, человек может научиться управлять этим своим органом и, соответственно, своим восприятием времени. А это еще один шаг в будущее к подготовке к длительным путешествиям во времени. Вот только сработает ли эта подготовка в условиях особой стрессовой ситуации? Лучше всего об этом знают те, кто связал свою работу с ежедневным риском для жизни. Каскадеры. Был очень такой сложный трюк, стопроцентное горение, и время немножко растягивалось, когда я его делал. В профессии каскадера время всегда на особом месте. Иногда даже секунда может сыграть роковую роль. Нас интересует ответ на вопрос, ощущают ли они особое течение времени? Время, оно как бы немножечко останавливается, как в неких катастрофах, да? Включается некое подсознание, да? И ты видишь то, чего ты не должен видеть. Или тебе кажется, что ты не видишь. С чем связано такое замедление течения времени у каскадеров? С особым состоянием психики в момент выполнения трюка? Или со скоростью движения, которое совершает в эту минуту человек? Альберт Эйнштейн предположил, время способно течь с разной скоростью. Ученый высказал смелое для тех времен предположение. Где-то время способно замедляться, а где-то набирать скорость. И доказательства этой теории уже давно перед нашими глазами. Я расстрою все тайны. Для автолюбителей GPS-навигация давно перестала быть чудом. Но мало кто задумывается, как обеспечивается точность координат. Ведь там на орбите, где летают спутники, время течет чуть-чуть иначе. Систему глобального расположения составляют более 30 спутников, вращающихся на орбите Земли. Именно они способны продемонстрировать нам, что здесь время движется быстрее, чем на Земле. Но как? Ведь в каждом спутнике, помимо сложной электроники, сверхточные часы. Военным это нужно для определения, так сказать, координат. Погрешность во времени 1 наносекунда дает погрешность в определении координат 30 сантиметров. Вот так сегодня выглядят самые точные часы в мире. Их принцип действия, как и у механических. Только вместо обычного маятника используется атом вещества Цезия-133, способного поглощать электромагнитные волны всегда с постоянной частотой 9192 МГц. Это показатель высокой стабильности частоты колебаний, несравнимой ни с чем. Именно поэтому сегодня секунда это 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча 770 периодов излучения между двумя сверхтонкими уровнями атома Цезия-133 в состоянии покоя. Абсолютной точности никогда не будет. Интересно то, что сверхточное разрешение чревато совершенно новой физикой, где само понятие времени исчезает. Единственные в России Цезиевые часы установлены в Национальном Метрологическом институте. Здесь рассчитывают самое точное в стране время. Эталонное. Ученые круглосуточно регистрируют показания датчиков, сверяют их с данными еще более современного счетчика времени водородного хранителя частоты. Его изобрели в Америке всего несколько лет назад. В нем роль маятника играет атом водорода. Эта аппаратура настолько точна и совершенно, что если водородные стандарты отличаются по частоте единички 14-го знака, то они разойдутся на секунду за 3 миллиона лет. Такой маленькой погрешности нет ни у одних часов на планете. Но без такой точности не обойтись. Ведь именно по эталонным часам сверяется время спутниковых систем навигации. Однако, несмотря на точность часов, являющихся важной частью оборудования космических спутников, каждый день они убегают вперед на 1,3 миллиардной доли секунды. Если бы специалисты не корректировали ежедневно это расхождение, то система глобального расположения получила бы отклонение координат до 9 километров каждые сутки. Почему это происходит? Причина в массе нашей планеты. Материя способна приостанавливать время. Чем тяжелее предмет, тем больше он тормозит время. Об этом говорил Эйнштейн в начале 20 века. И именно этот принцип можно использовать при создании машины времени. В классической физике время характеризует как постоянное и абсолютное. Сегодня даже не очень имудренный в науке человек может заподозрить. Не все так просто с этим физическим явлением. Особенно, если заглянуть в одну из египетских пирамид. Ученые вычислили примерный вес пирамиды Гизы. Он составляет порядка 40 миллионов тонн. Вероятно, как и все тяжелые предметы, пирамида способна оказывать влияние на время и тормозить его. Конечно, это воздействие в миллиарды раз меньше, чем воздействие нашей планеты. Но если оказаться вблизи пирамиды и понаблюдать, можно убедиться, как замедляются рядом с ней все процессы. Геометрия, как таковая, оказывает воздействие на физические поля. Есть идеи отсюда вырастающие, что есть определенная связь вообще с глобальными свойствами пространства-времени. Экскурсоводы часто слышат от посетителей пирамид, что внутри человек перестает ощущать время. Иногда человеку кажется, что он пробыл в пирамиде дольше, чем на самом деле. Другой турист вообразит, что был там меньше. Но правильную оценку, сколько времени он там пробыл, не давал еще никто. Но если масса объекта способна менять характеристики времени, то может ли время изменять сам объект? Ведь знать, что может произойти, например, с космическим кораблем во время путешествий во времени, лучше заранее. Исследуя эту проблему, немецкие ученые Саксель и Аллен в начале 90-х проводили эксперимент со свинцовым шариком. Сначала они взвешивали его на особо точных весах. Потом сильно ударяли о каменный пол и снова взвешивали. Удивительно, что шарик сразу после удара терял часть своей массы, а через 20 минут восстанавливал свой вес до первоначального. Если масса объекта и время так взаимосвязаны, если даже рукотворные строения, такие как египетские пирамиды, способны влиять на скорость течения времени, что же тогда говорить о естественных объектах, таких как горы. Я расстроила все тайны. В Кабардино-Балкарии, в окрестностях загадочного поселка Эль-Тюбю, многие фундаментальные законы физики протекают по-другому. Например, вода не замерзает при положенном ноле градусов. Бутылку с водой, набранной из местного источника, положили на ночь в морозильную камеру. Прошло 12 часов, с тех пор, как мы поместили эту воду в морозильник. И вот, ничего не произошло. Вода осталась водой, никакой реакции на замерзание. Местные водители рассказывают, автомобили в гору в этих местах едут без помощи двигателя и задним ходом. Мы решили это проверить. Водитель такси с легкостью согласился продемонстрировать местное чудо в действии. Я выключаю передачу на нейтральную, все бросаю, и мы начинаем набирать энергию в обратную сторону в гору. Машина действительно начинает идти в гору задним ходом. Мы следим за водителем. Он ничего не предпринимает. Ни одна из педалей не задействована. Мне остается только подруливать. Мы не просто скатимся, а набираем ход в гору. А вот еще один пример аномальности этих мест. На этой дороге обычный резиновый мяч, зафиксированный в одной точке при отсутствии ветра и любого другого внешнего воздействия ведет себя вопреки всем законам физики. Он не стоит на месте, а выписывает странные траектории. Как это объяснить? Эффект дает большая пирамида. Вот эта природная пирамида, основанием которого служит рукотворная пирамида. И в нерукотворной природной пирамиде эти эффекты связанные с течением времени гораздо заметнее. Но может быть существует что-то тяжелее пирамид, гор или самой планеты, способное воздействовать на скорость течения времени? Ученые говорят да. Например, такой космический объект, как черная дыра. В центре нашей собственной галактики с большой вероятностью, там больше 90%, есть объект, который является черной дырой. Ну, огромной черной дырой. Настолько огромной, что даже свет не может оторваться от ее поверхности. А ведь именно с достижением скорости света, этой невероятной, но постоянной величины в 279 тысяч километров в секунду ученые связывают возможность путешествия во времени. Но пока возможность приблизиться к черной дыре, преодолеть невероятную силу ее гравитации и использовать черную дыру как естественный двигатель для машины времени существует лишь в предположениях. То есть как будто есть два мира, связанные чем-то вроде воронки. Путешествуем и нужно преодолеть какую-то гору. То есть мы можем вот так вот подниматься правильно? И это будет долгий путь. Но не исключено, что существует туннель между ними, между вот этой стороной и этой. Сейчас взоры ученых прикованы к большому адронному коллайдеру в Европе. Именно там, в этом гигантском ускорителе элементарных частиц диаметром в 27 километров, сегодня проводятся уникальные эксперименты. В огромном кольцевом тоннеле происходит столкновение разогнанных до скорости света пучков протонов. Изучение таких столкновений по ожиданиям ученых должно дать им больше данных о строении материи и даже помочь понять природу черных дыр. Достаточно ли энергии, чтобы образовались микро черные дыры? А черные дыры, это один из потенциальных входов в этот тоннель, в это червоточное искривление пространства. Может, тогда ученые приблизятся к ответу, когда человечество способно создать машину времени? Есть знаменитый вопрос святого Августина в исповеди. Обычно все трактаты о времени философские начинаются с этого высказывания. Когда я не спрашиваю, что такое время, я знаю, что такое время, но я перестаю понимать, что ты вольный в моем пересказе. Только я задаю себе вопрос, что такое время. За всю мировую историю энтузиасты идеи насчитали более двухсот случаев путешествия людей во времени. В журнале протоколов московской милиции 10 июля 1994 года описан один из них. В метро станции Баррикадная находилась женщина. Она говорила голосом робота и спрашивала, какой сегодня год. Когда участковый попросил женщину пройти с ним в отделение, она со слов сотрудника растворилась в толпе. Что принесет с собой машина времени? И сможет ли человек ей правильно распорядиться? Ответ даст только время. Пока забежать вперед него мы не можем. Но человек не оставляет попыток починить время себе. быть может этот момент уже настал. м м м м м м Продолжение следует...